Всем привет, бонжур, хеллоу! Смотрите, что мы наснимали для вас. Мы долго думали, что же точно вызовет ваш интерес и нащупали таки монреальскую общность. Это сплетни. Вот что заводит монреальцев и нашу небольшую деревню. Поэтому сегодня исключительно в вашем любимом жанре. Передаем по связи ОБС. Одна бабушка сказала. Что сказал Джигурда про картины Гульнас? На кого гневится наш путешественник до Ванкувера? Суровые тучи на горе монрояль. Что они там курят? И что делать с мукой из кузнечиков? А если взболтать, а не смешивать? Ну, друзья, с последней новостью не задержу. Появилась в лабло мука из кузнечиков. А в провига пошли еще дальше и сделали белковый напиток из кузнечиков. Кузнечики, кстати, местные, выращенные на специальной ферме в Антарио. Представляю, какой там стоит строкот. Стрекот. Представляю, как там стрекочут. Без наушников не зайдешь. А сейчас прямо на ваших глазах я сделаю и попробую этот напиток. Внимание, барабанная дробь. Открываем. Берем ложечкой небольшое количество продукта. Содержимое насыпаем в стакан. Заливаем любым напитком, йогуртом, соком или просто водой. Размешиваем. Содержимое пакета пахнет кормом для рыб. Кузнечиками здесь и не пахнет. Хотя я их и не нюхал. Ваше здоровье, монреальцы. Сейчас я попробую этот коктейль. Что сказать-то? Ваше здоровье, господа. Сплетничайте дальше. Ну, пока водитель приходит в себя от коктейля с кузнечиков, начнем. Для бешеной собаки, как известно, 100 верст не крюк. Вот и мы рванули в Атаву проведать нашего путешественника. Джона Голдмана, того самого, который идет пешком от Монреаля до Ванкувера. Едем-едем навстречу с Джоном Голдманом. Восемь дней не прошло, а он уже в Атаве из Монреаля, в Ванкувер. Ну-то полтора часа едем, а он все это пешком прошел. Продолжайте движение. И вот Атава-красавица открылась. Кто не в курсе, рассказываем. Атава – столица канадской родины. Красивая особенная архитектура, чистота. В шесть вечера все кафе закрыты, все на английском, автобусы расписные, люди – френдли. Общего с Монреалем только активный ремонт и оранжевые столбики. Сам парламент – велкам. А перед ним вечный огонь из воды с названием провинции и территории. Тут мы и условились встретиться. А пока наш пешек в пути – вот, смотрите, паритник Терри Фоксу, который прошел всю Канаду, будучи онкобольным. И на протезе своим подвигом Терри привлек канадскую общественность повернуться к проблеме. О, секундочку, вот и наш герой не запылился. Мау, Монреаль! Привет, Банжур! Халло, Монреаль! Я уже не балотил вчера. Ну как вы? Ну как ты? Замечательно. Ну, глаза горят. Да он рад видеть нас. Я Ванкувер же хочу увидеть. Ну что сказать, за 7 дней наш друг явно похудел, загорел и полон эмоций. Поддержите и меня тоже, хотя бы в информационном пространстве. Мне не надо финансы. Я зарабатываю сам, когда я дустрягу людей. Пополняют мои запасы провизии. Я боюсь, что я к Ванкуверу уже буду катиться, как колобок. Мне ничего не надо. Но этим людям надо показать, что, слушайте, вы что вы бросаете своих-то? Это видео заснимите и передайте этим людям, которые сидят там за другой стеной экрана и жуют попкорн и смотрят. Как же мы поддерживаем своего земляка. И как же люди, которые на своем энтузиазме все это делают. Всем привет! Хотя и на первую неделю хватает впечатлений, вот ведь случилось. Увидел бобра. Ну а дальше Женя пошел спать под мост со словами «Хочу побыть один». А мы доверились навигатору. И ночная Оттава перешла в километры темноты. Продолжаем экшен. Каждый год под горой Монрояль проходит праздник травы. Мы-то что, просто мы вам показываем, как люди бескультурно отдыхают. Об этом празднике и о трудностях легализации наш репортаж. Это было 420-е мероприятие контркультуры по всей Канаде. В Монреале около тысячи молодежи и студентов собрались пыхнуть на горе и возмутиться, что законопроект о легализации марихуаны не соблюдается и всячески терпит проволочки. Второй вопрос в поездке – помилование обвиняемых в хранении каннабиса. Протест был, как и положено в Канаде, мирным – с детьми и животными. Весело покурили, попели, потанцевали и прокатились на скейтах. Видимо, каннабисные облака с этой горы растопили многие сердца в этот день. Даже полиция проявила толерантность симпатии горным курильщикам. Ну а что до самого закона Билла-45, то его все еще полощут в Сенате. И, скорее всего, в июле легализацию каннабиса перенесут на август-сентябрь. Ну и каждая провинция внесет свои пять копеек и сделает, как ей лучше. Пока точно известно одно – канадцам позволят выращивать до четырех растений в домашних условиях для сугубо личного использования, без права продажи. Ну и в остальном все было неплохо. Была ярмарка мастеров. И что важно, местных мастериц было пополам с русскоговорящими. И все бы ничего, но дети – такие дети. Все на ярмарке насмотрелись бусиков, картин, поделок, вязаных безопасных игрушек, красоты из японской глины и раскусили секрет уральских мастеров. Новенькая тут Мария Андреевна и ее царь-птица. Сухофруктов взяла нам. Тиники, чернослив, абрикоса, изюм и орешки. Вот чисто натуральная такая пропаганда такая, чтобы люди могли украсить стол вот так взяла для деток, для себя, для радости, для души. Если кто усомнится, что приготовление фруктовых чипсов требует адской температуры, то слушайте. Пяти килограмм бананов выходит 900 грамм всего. И вот это испарение все. В комнате, конечно, невозможно держать. Но как потеплеет, мы на балкон будем выносить. Мы бы и дальше говорили, но тут по залу пронесся вихрь. Это детям задали квест. Все вместе должны помогать? Молодцы-тинейджеры решили такий квест и нашли искомое весну. И в этот день, наконец-то, потеплело. Это наше новшество в этом году. Очень веселый квест только что провели с детьми. Дети от где-то 10 до 12 лет. Очень было весело. Я набегала с ними, вспомнила детство. Да, мы планируем, в общем-то, и в дальнейшем проводить квесты и для детей, и для взрослых, кстати. Мы искали весну. Она заблудилась, понимаете, в этом году особенно. Она обычно всегда заблуждается, но в этом году особенно. Никак не дойдет к нам. Вот только вот 22 апреля она пришла. Дети помогли. Дети, чтобы были довольны наши участники. А мы-то довольны. Нам хорошо и весело. Я провела с детьми хохламскую роспись, аппликацию мы делали. Дети были очень довольны. И родителям очень понравилось. И они даже такую идею предложили. А что, если так вот часочек ребенка отдать в хорошие руки? Да, так что... Это будет нам мысль для размышления. Ярмарки всегда дело веселое и любопытное. Следите за расписанием. Ну и еще одно культурное свершение. Танцевальному ансамблю «Русские узоры» стукнуло 20. Куклы не валяшки, куклы не валяшки, Ярки ерубашки. Самые юные участницы «Русских узоров» репетируют выход и очень волнуются. «Русские узоры» — уникальный монреальский танцевальный коллектив, где в каждом движении рассказ о традициях России языком танца. Тут и лебедушки, и переступка бучков, и широкие хороводы с плесовыми, наигрыши, и экспрессия цыганочки. А вот и самый маленький цыганенок поймался по имени Сережа. Сделали группу для малышей, и ему очень нравится. Он очень любит выступать. Ну вот сегодня он у нас цыганочку танцевал, будет танцевать в конце калинку. Народные, наверное, больше любит народные. Это все и история народа, и история, наверное, возникновения танцев. Я считаю, что очень правильно программа построена. Но они молодцы. Там профессионализм очень на хорошем уровне. Это благодаря, я думаю, тому опыту, который накопили, ну и лично Наталье Шатиловой. Она, конечно, молодец. Ну и любимая монреальская – квартирнички. Дома с друзьями можно все, даже превратить квартиру в вернисаж. А почему нет? Более 40 картин в галерея уже есть. Ну кто не знает Элис? Эээ, Гульнас. Гульнас знают все. А теперь и как серьезного художника. Неловко начинать домашний вернисаж с ВАУ и ОХ, но придется. Именно так сейчас выглядит квартира Гульнас. И только веселые голоса и запахи из кухни напоминают, что мы все же не в музее. Более 40 картин маслом и акварелию, подаренные друзьям, вернулись в родную гавань на время, чтобы стать единой выставкой. Друзьям она отдает их просто так. В общем, картины, которые она отдает, мне кажется, не очень серьезные. Я бы, если бы был на ее месте, наверное, так бы и сделал. Она их раздарила, и она даже не помнит, кому, когда и где, в каких обстоятельствах подарила картины. Да, ну, это говорит и об ее добром сердце большом. И все принесли до единого, и канадцы, и мои друзья, и все. И сегодня последнюю картину даже Кирилл довез. Сам, правда, не участвует, ведь некогда. И вот он привез ее, мы ее повесили. И вот получилась такая большая выставка. Картины Гульнас, которые все знают, как поэта и автора песен, завораживают цветами, но будет мыслью. Перед картинами зависаешь, как говорит молодежь. И теряешься в пространстве, если чуток постарше. Бездумно смотреть не получается. Особенно портреты, глаза, в них какая-то душа есть. Когда смотришь, видишь душу человека. Хотя, это картина. Но вообще все картины имеют свою историю. Гульнас нас провела сегодня утром как раз более подробно. Моя любимая картина – это тюльпаны. Женская жизнь – это 10 нераскрытых тюльпанов. Если хотя бы один тюльпан откроется, она должна быть уже сейчас. И у нас не открывается даже один, оказывается, в жизни у женщины. В каждую картину свою любовь вкладывает и душу свою. И в каждой картине всегда находишь что-то. В одной картине я вижу ее маму. Есть картины с ее сестрами. Есть космические картины. Игра красок просто невообразимая. Поэтому не зря, я думаю, люди, которые знакомы ее с творчеством, сравнивают ее с Шагалом. Кто-то даже сравнивает ее творчество с Клодом Моне. Просто поражен под впечатлением. Это очень-очень глубокое творчество на самом деле. Это не просто картинка. Каждая картина насыщена определенной информацией, очень богатым, на мой взгляд, именно духовным смыслом. Когда автор по жизни действующий вулкан, то в ее работах оживает даже перышко на полотне. Перышко, которое упало на голову, девочки, к счастью. Феникс. Как мы все иммигранты, да здесь нелегко, но мы все возрождающиеся из пепла. И мы все равно продолжаем жить. Там нагрузка большая, в мире тяжело. Иммигрантам тройная нагрузка, четверная. И мы продолжаем работать. Говорит о прекрасном. Какая выставка, что в мире, смотрите, смотрите. Ну давайте сейчас сядем плакать. Ждать, что будут эти два, брятают оружие. Мы будем думать о другом. Ну а теперь цитата от скандалиста Джигурды, который самый белый и пушистый в личном общении. Тсс, никому не говорите. Цель такая. Все получится, Гюльнас, все бери на абордаж. Ибо творчество Гюльнас – это супер высший класс. Ну такие детские стучки, но мне всегда приятно. Я ему тоже что-то подписываю. А если серьезно, то, конечно, эти картины достойны многих глаз и эмоций. И, конечно, как консул я буду сейчас стараться для того, чтобы мы нашли где-то в Монреале помещение, устроили большую интересную выставку картин Гюльнас. Ну и на сегодня это все. Не все, что мы хотели сказать вошло в учебник. Ждем ваших мнений, попробуйте коктейли с кузнечиков и скажите, как он вам? А как вам легализация каннабиса? Что думаете? Передайте привет нашему путешественнику Джону. И подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Надоело намекать. Пусть у вас всегда будут не скучные, но добрые новости. Пока-пока. Пишите, звоните. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова